подчинился назло выпуск номер два озвучено при поддержке авиасейлс менеджер по управлению квартирным комплексом не приняла наличные при оплате счета в 2 цента я врубил режим злонамеренного подчинения в 2019 году я переехал из многоквартирного комплекса в селебрейтере штат флорида которым управляла специальная компания в квартиру сдаваемую частным лицом обычно когда вы съезжаете с квартиры вам отправляют окончательный счет который включает в себя арендную плату за последний месяц вычеты за ущерб возврат страхового депозита и тому подобное мы его оплатили в следующем месяце мне звонит жена и говорит что нам на почту пришел еще один счет от управляющей компании в счете было указано 2 цента мы обработаем в эти сфере поэтому поржали с ней над тем что их айти отдел проглядел этот дебильный кейс они потратили 50 центов на почтовые расходы чтобы забрать долг в 2 цента ну ладно подобное случается моя жена распечатала копию счета и я взял 2 цента из копилки для мелочи их жилой комплекс находился по пути на работу так что я без проблем заехал к ним в офис я зашел и сказал менеджеру что хочу оплатить свой последний счет я и говорю вот счет в 2 цента и вот мои 2 цента нужны вам менеджер мне отвечает мы не принимаем наличные и все тишина возникла неловкая пауза я говорю я не ждал от вас что вы возьмете наличные я думал что мы просто оба посмеемся над тем насколько глупыми бывают компьютерные системы и вы спишите 2 цента потому что обработка платежа обойдется вам дороже она говорит я не буду этого делать снова неловкая пауза я говорю так вы хотите чтобы я выписал вам чек на 2 цента я отправил его по почте и вы обработайте этот чек менеджер говорит да пришлите нам чек и мы его обработаем а затем уходит в свой кабинет заканчивая разговор ладно я пошел домой настроил автоматический ежемесячный банковский платеж в этот квартирный комплекс на 3 цента после чего поскольку я программист я написал код который отправлял бы раз в месяц письмо со словами мне очень жаль я случайно переплатил по счету пожалуйста пришлите мне чек на сумму переплаты также я воспользовался онлайн сервисом который отправляет почтовые карточки нелепо больших размеров примерно 45 на 60 сантиметров я хотел таким образом добиться эскалации нашего конфликта в первых числах следующего месяца мне позвонил региональный менеджер управляющей компании он представился и в течение следующих двух минут очень искренне извинялся бог ты мой мы совершили ошибку пожалуйста не продолжайте всего этого мы больше никогда вас не побеспокоим я прекратил рассылку письма больше никогда не слышал об этой компании выходит так что из-за двух центов я потратил несколько часов на эту злобную проделку ага но стоило ли оно того безусловно охранник заставил нас показывать пять последних фотографий на телефоне история про моего коллегу настоящего героя который назло подчинился требованиям охраны на одной из наших субподрядных работ заказчиком был производитель высококлассных электронных компонентов требования безопасности на объекте были крайне строгими ведь в небольшой коробочке размером 10 на 12 сантиметров могли находиться микрочипы стоимостью 250 тысяч долларов наша команда в течение одной недели устанавливала оборудование на объекте при каждом входе и выходе из здания нам необходимо было проходить контрольно-пропускной пункт господин охранник аля гигачат решил что мой коллега стив более подозрительный тип чем остальные четыре спеца поэтому каждый раз когда стив проходил кпп мало того что охранник заставлял его вываливать все содержимое рюкзака на стол и рылся в нем но еще и требовал чтобы стив показал ему пять последних фотографий сделанных на телефон с целью доказать что он не крадет производственные тайны все бы ничего да вот только этот чат пропускал всех остальных работников без всякого досмотра стив пытался сохранять оптимистичный настрой но очевидно что эта херня его бесила чувак постарался быть на максимальном позитиве а еще он немного извил отвешивая комментарии вроде спасибо пол бларт что обеспечиваете безопасность америке с которых остальные ребята из нашей команды дико угорали в какой-то момент стиву пришла в голову идея которая освободила его от этого охранника на всю оставшуюся неделю среду утром стив как обычно подвергся на входе чрезмерному досмотру а когда мы проходили кпп во время обеда стив сказал что ему нужно в туалет через несколько минут он вернулся запыхавшийся гигачат пол бларт свайбами охранника тца остановил нас на выходе и попросил стива посмотреть галерею на его телефоне стив с довольной улыбкой передал ему свою мобилу и чат неожиданно для себя увидел несколько снимков жопы стива с крайне необычных ракурсов что за нах чат швырнул мобилу на стол ой сорян я думал у меня геморрой и хотел взглянуть насколько там все плохо с фотографиями все ок объект безопасности после этого чат больше никогда не проверял его телефон хорошая работа стив мне все равно мертв он или нет дайте ему трубку мой папа умер в день отца в двенадцатом году он был разведен и жил один а я был его единственным ребенком это означало что я должен был завершить все его дела моя история крутится вокруг того как мы пытались добиться отмены счетов за коммунальные услуги я позвонил в коммунальную службу чтобы узнать что нам нужно сделать чтобы отменить их услуги женщина с которой разговаривал по телефону сказала что нам нужно прислать заверенное свидетельство о смерти хозяина дома на следующий день я отправил им заверенную копию свидетельство о смерти отца однако в следующем месяце мне снова пришел счет я вновь позвонила мне ответила уже другая женщина она сказала что поскольку мое имя не числится на этом лицевом счете ей нужно поговорить с владельцем счета я и сообщил что владелец счета умер но она не стала меня слушать и стояла на своем тогда мне пришлось назначить встречу с менеджером чтобы она могла лично поговорить с владельцем счета в общем я явился в управление коммунальных услуг с еще одним свидетельством о смерти и прахом отца в чистом пакете в котором не вернули его останки я положил пакет с прахом ей на стол и попросил чтобы при разговоре с ним она передала ему что я его люблю женщина побледнела вскочила со стула и вызвала полицию когда полиция приехала она им заявила что я совершил у нее нападение и до останки моего отца все еще лежали у нее на столе вместе со свидетельством о смерти копы спросили меня зачем я это сделал я им все рассказал они вызвали начальницу того менеджером те отошли от стола чтобы переговорить наедине пока они разговаривали копы подошли побеседовать со мной они сказали что мне не стоило выносить человеческие останки в общественное место но при этом никаких законов я не нарушил я сказал что я с ними согласен что это крайность но женщина настаивала на том что хочет поговорить с моим отцом лично к тому времени работники коммунальной службы уже закончили разговор босс менеджера начала со мной любезничать и уладила дело но на этом история еще не закончилась через несколько дней мне пришлось им перезвонить чтобы вернуть коммунальные услуги в дом но уже на мое имя когда специалист увидел адрес и мое имя меня тут же перевели в режим ожидания трубку взяла начальница которая мне помогла она начала со мной мило разговаривать и отменила все дополнительные сборы связанные с подключением коммунальных услуг в конце нашей беседы она еще раз сообщила мне что ей очень жаль что сотрудники не проявили ко мне понимания она сказала что та сотрудница была уволена и в очередной раз извинилась полицейский пытался запугать мою пациентку но в итоге проиграл бой законом физики я работаю на скорой несколько месяцев назад мы возвращались с плановой перевозки пациента как вдруг на перекрестке в четырех кварталах от нашей базы я заметил женщину сидящую на обочине дороги она обхватила себя руками опустила голову вниз я легонько толкнул своего напарника сидевшего за рулем мы включили фары и я увидел как она резко подняла голову женщина выглядела очень испуганной я вышел из машины и она увидев скорую сразу успокоилась подойдя ближе я заметил у нее на запястьях синяки и другие похожие признаки домашнего насилия она как-то не особо решалась встать с бордюра и забраться в машину скорой помощи поэтому я решил вытащить из багажного отделения каталку чтобы она хотя бы посидела на ней а не на бетоне теперь несколько важных деталей все наши скорые оснащены каталками striker они ярко желтого цвета с черными ручками и боковыми панелями в них встроен мотор и аккумулятор что позволяет нам поднимать и опускать койку одним нажатием кнопки а не насиловать свою спину физически поднимая ее после погрузки человека обычно эти каталки работают вместе с автоматической системой погрузки встроенной в машину скорой помощи которая поднимает каталку на нужную высоту чтобы ее можно было завести внутрь а также фиксирует каталку после погрузки человека на конце направляющей с внутренней стороны у дверей есть маленькая красная защелка нажав на которую вы разблокируете каталку чтобы та выдвинулась когда вы нажимаете эту защелку то освобождает каталку и погрузочную тележку которой она подсоединена после этого вам нужно ее слегка придерживать пока она не достигнет положения разгрузки и снова не зафиксируется это бывает весьма проблематично учитывая что эти каталки весят около 55 килограмм в общем как только я нажал на защелку чтобы каталка разблокировалась я услышал позади себя полицейскую сирену это была городская полицейская машина что странно ведь мы не запрашивали полицию находили за городом юрисдикции департамента шерифа мы всего лишь сообщили диспетчеру о том что остановились чтобы проверить женщину на перекрестке увидев полицейскую машину женщина выкрикнула что-то вроде о боже он здесь и резко побежала она пронеслась мимо меня и запрыгнула в машину скорой помощи быстренько усевшись на сиденье в этот момент к нам подошел полицейский он был очень зол я сложил два и два вместе и захлопнул двери скорой назовем этого копа офицер мразь офицер мразь это она там я кто офицер мразь ты прекрасно знаешь о ком я говорю я вы имеете ввиду мою пациентку боюсь я пока не знаю ее имени офицер мразь открой дверь и мне нужно с ней поговорить я не дам вам использовать мою машину в качестве комната для допросов вы можете поговорить с ней в больнице мы еще пару минут обменивались различными фразочками после чего мой напарник подошел чтобы узнать в чем дело он понял что что-то тут не так вернулся в кабину и позвонил нашему шефу я продолжил тянуть время и не пускать копок машине пока не приехала пара других полицейских скорее всего их специально вызвал наш шериф ух отлично теперь у меня есть свидетели теперь смотрите в чем прикол мы остановились на небольшом подъеме я нажал на защелку которая разблокировала каталку и та уперлась двери скорой учитывая что мне нужно было резко закрыть двери я не потрудился прижать каталку к упору и зафиксировать ее на месте осмелевший присутствием двух помощников шерифа офицер мразь схватил меня за лицо и оттолкнул свали с дороги ты препятствуешь офицеру при исполнении лады я отошел его с пути и он открыл двери скорой каталка монитор и тревожный чемоданчик упиравшиеся в двери в совокупности весили порядка 70 килограмм в общем каталка со всем этим дерьмом вылетела наружу и ударила в грудь офицера мразь он отлетел назад и упал на жопу один из помощников шерифа громко заржал другой подошел опустился на колени рядом с копом и сказал ему начальник смены будет здесь через пять минут я бы на твоем месте не стал здесь задерживаться офицер мразь собрался силами злобно на меня посмотрел и свалил последствиях этого дела я мало что могу рассказать так как суд еще не завершен но мы ведь все знаем как легко копы уходят от судебных обвинений та женщина живет теперь в другом месте коп по-прежнему работает копом а меня с тех пор останавливают как минимум два раза в неделю но видео запись на которой того копа жестко сажает на задницу наша каталка одна из моих любимейших большое спасибо за просмотр в комментариях под видео пишите свои похожие истории и не забудьте посмотреть наши другие видосы обнял пока